МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Они буквально ворвались в хоккейное пространство региона. Команда Саров Инвест была создана минувшей осенью и с первых матчей громко заявила о себе. 14 игр и 14 побед. 150 заброшенных шайб и всего 41 пропущенная. Досрочный выход в плей-офф. В команде исключительно саровчане. И на льду они не просто играют в хоккей, они защищают честь города. О секретах побед, о спортивных планах и предстоящем матче с «Волгой», занимающей вторую строчку турнирной таблицы в первенстве области, мы говорим с игроками команды Саров Инвест Сергеем Макеичевым и Александром Емельяновым. Наше интервью выходит в канун главного мужского праздника 23 февраля и не случайно в гостях хоккеиста, потому что хоккей, вот как-то так сложилось, считается самым мужским видом спорта. Все мы знаем, что в хоккей играют настоящие мужчины. А что вообще главное для хоккеиста? Потому что мне кажется, что, наверное, в понятие мужественность входят не какие-то физические параметры, а какие-то параметры характера. И вот когда мы говорим про мужской вид спорта, то речь идет, наверное, о какой-то стойкости, о готовности стоять до конца. Что о хоккеистах можно сказать? Какой он хоккеист настоящий? Черпеливый, наверное. Ну, еще момент, то, что хоккей является командным видом спорта, то есть это уже как бы с детства приучает, как бы работа в команде, то есть ты отвечаешь не только за себя, ты отвечаешь за целую команду, соответственно, и ответственность тоже распределяется на всех. То есть ты, можно сказать, работаешь не только за себя, но и за того парня, как говорится. Вот ты говоришь с детства. Как вы пришли в хоккей? Потому что сегодня вы играете в любительской лиге, вы не профессиональные хоккеисты, у вас у каждого отдельно от хоккея своя работа. С хоккеем были с детства или в подростковом возрасте увлеклись? А если с детства, то почему не пошли дальше в хоккей? Вот как так вышло? Я в хоккее с четырех лет. Вот как бы меня отдали сначала фигурное катание маленьким в три года. Я ездил с автозаводом на городный дворец, у него же много, где меня папа возил. Потом открылась секция на стадионе Северный. Там был такой тренер Тюляпкин. И вот где-то в четыре с половиной года, наверное, меня отдали. Потом открылась Коноваленко, и было объявление в газете. И папку маленький, когда я был маленький, принесся и спросил. Ты вот, смотри, набирают твой год, 83-й. Хочешь, пойдем? И как бы, да, хочу. И все, и пришли, и понеслось, понеслось, понеслось. Школа закончила интернат. Торпеда-2, как-то сейчас вот Чайка, МХЛ. Потом мотор завожили, завожили распалось, и все. Как бы встала ребром армия. То есть, 18 лет, нужно идти в армию, либо дальше учиться. И приезжает Лев Владимирович, и говорит, в Сарове организовывается команда по второй лиге. Поедем. Я говорю, мне нужна армия. Он говорит, армию сделаем здесь. То есть, как бы, есть вариант сделать спортроту. И вот в 2002 году мы сюда приехали. Стали чемпионами. В 2003-м я пошел в армию. В 2005-м я из армии перешел. Продолжен карьеру до 2007-го. А в 2007-м все. Надо было ехать дальше. Расти дальше. Я выбрал семью, детей, работу. И профессиональный спорт закончился. Саша, у тебя как? Ну, я пришел в хоккей, по-моему, 8 лет. Соответственно, это был... Раньше был развит очень сильно дворовый спорт. То есть, это был чемпионат города. То есть, при каждой школе был свой детский клуб. Соответственно, через детский клуб «Авангард» я попал в хоккей. К Виталию Васильевичу Пуреву. Сначала это был чемпионат города. Потом начались областные соревнования. То есть, потом... Ну, только на области, по сути, мы играли. Дальше никуда не ездили. Ну, и так до 17 лет, можно так сказать, занимался хоккеем. В 17 лет тоже был выбор, как бы, или продолжать заниматься хоккеем, или ехать учиться. Но я выбрал учебу, о чем, наверное, не жалеют. То есть, получил образование. Соответственно, сейчас хоккей – это хобби. Сейчас, на самом деле, сложно зарабатывать, скажем так, хоккеем. То есть, содержать семью. И вы ушли каждый в свою профессию. Но хоккей, я так понимаю, остался в сердце. Поэтому любительская команда. И команда «Саров Инвест», она этой осенью, она, можно сказать, ворвалась в хоккейное пространство области. 14 матчей, 14 побед. Вы идете, действительно, как ледокол, на пролом, не уступая никому. Вот за счет чего такой темп? Бывает по-разному. Бывает, знаете, как в спринте. Спортсмен взял темп, а дальше он сдается, да, уступает. Или наоборот бывает. Вначале там подуступили, зато потом набрали баллы. Вы с самого начала взяли планочку, победа, победа, победа. Досрочно вышли в плей-офф, вроде бы сели, расслабились. Ну, чего вам, как бы, выкладываться-то в плей-офф уже вышли. А вы все равно, победа, победа, победа. За счет чего вот этот вот настрой такой, за счет чего этот победный ход у вас держится? Ну, три от моментов хотелось бы выделить. То есть, во-первых, сезон еще не закончился, да, то есть, рано говорить о каких-то победах. То есть, это всего лишь предварительная стадия. Соответственно, все будет решаться в плей-офф. Есть достаточно сильный соперник, который в плей-офф еще усилится. То есть, никто не гарантирует на победу. Все будет решаться в конкретных матчах. Что касаемо команды Саров Инвест, то есть, у нас очень долго не было в городе вообще команды. То есть, есть так называемая ночная лига, куда ходят, ну, скажем так, для поддержания формы. Но этого недостаточно. То есть, надо понимать, там люди играют и там кому за 40, и играют вот наши, особенно молодые ребята, да. То есть, им этого было мало. И вот создали эту команду, то есть, 7 лет не было вообще, именно, скажем так, Саровского хоккея. Соответственно, создали команду. У ребят огромное желание играть. Они хотят оправдать те надежды, которые на них возложены, да. То есть, и поэтому доказывают это в каждом матче. Ну, соответственно, тренер дополнительно тоже настраивает. То есть, тренер хороший у нас. То есть, ну, тут как бы все складывается. И как бы я думаю, что это только начало. То есть, мы собираемся продолжать в том же духе. А знаете, как про вас говорят? Мол, ребята, они не в своей лиге играют. У них уровень повыше, поэтому и выигрывают. Нет, ну, здесь как бы тенденция такая, что здесь не было 7 лет областного хоккея. И вот мы сейчас столкнулись с этим. И здесь очень много проблем. И поэтому решили как бы изначально, когда все это организовывалось, то есть, да, было как бы предварительно хотели заявиться в высшую лигу сразу. Потому что у нас все воспитанники, большинство прошедшие школу, то есть, ну, сильные игроки. Но вот ряд проблем, которые возникают, там, пропускная система. Просто наладить вот эту систему хоккейную, чтобы потом уже в высшей лиге. Потому что в высшей лиге играют профессионалы, которые поиграли в высшей лиге, которые поиграли в КХЛ, которые там мастера спорта. Здесь этого нету, здесь как бы все попроще. И вот наладим эту систему и так далее. То есть, команда «Саров Инвест» – это такой первый шаг на пути восстановления «Сарова» на хоккейной карте области. Да. И планов вышка есть, да? Ну, конечно. Ну, как бы, надо сначала закончить этот сезон положительно. И тогда будет перспектива на дальнейший сезон. Это всегда так. То есть, если ты идешь, набираешь обороты, показываешь какие-то результаты, то, естественно, люди помогают тебе. А если результатов нету, ну, так и будем в первой лиге играть. Ну, вообще, саровский хоккей, да, мы говорим. Саровский хоккей и отличительная черта вашей команды – за вас играют только саровчане. Это характерно для первой лиги или вот это какая-то прямая идеологическая у вас составляющая, что у нас будут играть саровчане? Здесь положение такое, что играют все местные, плюс три легионера с другой пропиской и плюс вратарь один. Но у нас так получилось, что у нас все саровские, и мы не хотим брать легионеров. Ну, то есть, для чего нам привлекать легионеров, если у нас есть свои воспитанники? Платить им какие-то деньги, потому что все легионеры, они приезжают за деньги, за бесплатно, никто приезжать не будет. И еще хотелось бы отметить, что в Сарове всегда была хорошая школа. То есть, это и с советских времен, то есть, если я помню свое детство, то есть, всегда команда была там в области на ведущих ролях. Соответственно, сейчас это тоже есть детская школа, которая, она, наверное, ну, вторая после торпеда. То есть, ну, смысл нам кого-то привлекать, если у нас своих выпускников, скажем так, полгорода. Поэтому, если бы надо, мы бы еще вторую команду могли легко набрать. Как лично мне кажется, что есть две большие разницы – играть за деньги и играть, что называется, за идею. Потому что, когда ты играешь за свой город и понимаешь, что вот, ну, за тобой город, за тобой твои болельщики, это совсем другие ощущения. Естественно, всегда приятно выходить на домашний лед, то есть, тут на тебя смотрят, то есть, тебя встречают в городе, там тебя подбадривают, как бы, ну, мотивируют дополнительно. То есть, и ты уже чувствуешь на себе ответственность какую-то, что ты не только за себя, то есть, ну, и, как бы, можно сказать, за город. У вас некоторые матчи проходят, завершаются прямо с каким-то баскетбольным счетом, там, 16-2, например. Вы много сбиваете и в то же время мало пропускаете. Вот, как мне кажется, команда, она либо атакующая, либо защищающаяся. А у вас вот какой-то баланс найден. Или так получается? Не сказать, что мы там, допустим, мало пропускаем. Пропускаем в среднем, как все, для тех команды, которые находятся в верхней части таблицы. То есть, мы следим там, и мы пропустили 41, и Выкса пропустила 40, и Вратенис пропустил там 55. То есть, ну, в среднем, как бы. Нет, просто в гриммячеве вот, Варзамас тоже играет всеми своими мальчишками. Но школа немножко похуже, и поэтому, как бы, вратари хуже, защитники хуже, нападающих хуже. И поэтому у нас школа посильнее, и просим, как бы, от нападающих, чтобы все на ворота нацелили, не бросали, быстрее добивали. То есть, поэтому получается так, что побольше. Бой много забивает. Все-таки какой хоккей он больше? Атакующий у вас или защищающийся? Я думаю, больше атакующий. Ну, у нас, как бы, так получается, что все-таки, наверное, нападение чуть посильнее, поэтому мы отталкиваемся от того, что у нас есть. И сначала пытаемся забить, а потом уже не пропустить. Нам забьют сколько смогут, а мы сколько захотим. Это, как бы, пока идет, но не хочу на будущее говорить, но постараемся это соблюдить до финальных встреч. Такая смелая позиция. Ну, стараемся, работаем, тренируемся. Как бы, уже сезон в самом разгаре. Я, наверное, думаю, что вы чувствуете разницу между тем, как вас принимали в начале сезона, и как сейчас готовиться к играм с вами уже вот на этих, в это время. По-другому, наверное, к вам на лед выходит? Ну, конечно, по-другому. То есть, сейчас вся область верещит для того, чтобы нас обыграть. Хоть какая-нибудь команда обыграет нас, ну, или нет. То есть, вот сейчас враты низ приезжает 23-го, да, там болельщики пишут в интернете, мы победим, мы все равно возьмем хотя бы одну очко, там, в ничью сыграем, по бобулейтам выиграем. Ну, будем стараться не упасть в грязь лицом, до конца отвести наше задуманное дело. А вообще, как уровень команд в лиге? Как оцениваете? Достаточно серьезно, даже хотя бы взять то, что три чемпиона мира среди студентов играют по областной лиге, то есть, это уже, это хотя бы этот фактор о многом говорит. А не мешает хоккей и основной работе? Здесь надо как бы определиться с начальством, чтобы начальство как бы было на твоей стороне, потому что бывает попадает график, когда ты работаешь, то есть, это где-то нужно поменяться, где-то нужно отпроситься. Ну, если начальник на твоей стороне, то это вообще не мешает. А взаимоотношениями с семьей, получается, выходные все, они выпадают на игры? То есть, вы неделю на работе, грубо говоря, в выходные вы на хоккее? Или родные гордятся все-таки, что команда победитель? Нет, ну, семья как бы все равно переживает. Изначально семья знала, что ты, в моем случае, допустим, что я хоккеист, и пока ноги ходят, я буду играть в хоккей. То есть, пока силы будут в ногах, я буду переодеваться, выходить. Да, может, ни на профессиональном, ни на любительском, но в ночной лиге все равно это, ну, с детства во мне как бы сидит, я это люблю, я за это переживаю. Мужской коллектив – это святое. Тебя, Саша, семья поддерживает? Семья тоже с пониманием относится. То есть, ну, она видит, как я играю, то есть, ходит на игры, соответственно, ну, это, я же, условно говоря, нигде там в подвале сижу, да, там с мужиками в бане пью пиво, да. Я защищаю честь города, поэтому, как бы, с пониманием относятся. Вроде, пока все нормально. Все равно гордость, все равно гордость есть. Да, да, да. Конечно, бывают конфликты, как бы, на эту почту, но подсознательно, я думаю, что, как бы, благое дело, оно нужно. Немножко поговорим о тренировках. Я знаю, что с тренировочным процессом есть сложности, и даже был случай, когда вы готовились к предстоящему выездному матчу на уличной хоккейной коробке. Как часто получается тренироваться в нормальных условиях, и действительно так все сложно со льдом в нашем городе? Мы новая команда, и нам тяжело влиться уже в тот график, который существует. У нас очень много времени занимает школа, как бы школа, она на первом плане, и от нее никто не отступится. Сейчас появилось очень много команд в ночной лиге, и все люди хотят кататься не в 10, не в 11, а в 9 вечера, чтобы прийти. Девять покататься в 10, помыться, переодеться, приехать домой, и как бы не поздно лечь спать. И поэтому на этом фоне получается скандал, потому что мы тоже не хотим в 11 кататься. 22-45 в основном тренировки, 22-30, то есть редко, когда в 9 часов. То есть фактически можно сказать, что льда не хватает все-таки, да? То есть я даже считаю, что в 22 это не совсем нормально, то есть организм, по сути, уже спит, как бы, и кому-то в 6 часов вставать на работу, да, к 7 часам. То есть тяжело, как бы, ну, перестроить свой организм, и, соответственно, тренер не может дать ту нагрузку, которую бы он хотел. Соответственно, ну, как бы, мы просто, как бы, заложники этой ситуации, поэтому мы подстраиваемся под нее, другого варианта у нас нет. То есть если была бы у нас возможность кататься в 7 часов, ну, естественно, мы бы не отказались, то есть это было бы правильно. Ну, раз такая ситуация, ну, что мы можем поделать? Хотелось бы, но возможности пока нет. То есть будет, если и будет второй лед, будет просто замечательно. То есть и что касаемо по времени, то есть у нас там тренировка 2, максимум 3 раза в неделю. То есть по сути этого тоже недостаточно, хотелось бы чуть больше. Я боюсь, что если у вас будет больше льда и в удачное время, вы вообще будете всех рвать на играх. Не, ну, Первая Лига это же не предел, то есть мы будем ставить все новые задачи, новые вызовы, соответственно, как бы нет предела совершенства. Вернемся к предстоящему празднику, 23 февраля. Я надеюсь, что вы готовите настоящий подарок всем болельщикам хоккея, не только мужчинам, но и женщинам, потому что женщины тоже ходят на ваши игры. Вы будете принимать в Волгу. Любые прогнозы, понятно, что это дело неблагодарное, мы сейчас не будем строить прогнозы, с каким счетом, кто выиграет. Просто ощущение по игре. Какой будет эта игра по вашим ощущениям? Чего ждете от этой игры? Ну, вы сами сказали, что у нас, мы команда, которая много забивает, соответственно, у нас все игры интересны. То есть я думаю, что болельщики рады тому, что много голов, да, когда это хорошо. По ощущениям какие, ну, естественно, планируем выиграть, соответственно, пользуясь случаем, мы хотим пригласить всех зрителей на хоккей. Тем более будет выходной, приходите с семьями, там, увидите хороший, увлекательный хоккей. Волга сейчас идет на втором месте, то есть это наш ближайший игрок. Мы им по ходу игры там проигрывали, после первого 4-2 проигрывали. В середине второго проигрывали 5-6. Да, 5-6. В третьем периоде потянули с 12-6. Команда хорошая, то есть, ну, там играют люди, с которыми я здесь играл в Сарове. Анатолий Тарабанов, Дин Камежуов, то есть я здесь с ними прошел определенный этап жизни, 6 лет. Потом все разъехались, и вот в итоге они воротынцы, я в Сарове, кто-то там в Кстове, и все так вот играют. Команда упертая, команда обыгрывает, команда зарабатывает. Начало матча в 13.00, как обычно, 23-го числа. А я подчеркну для болельщиков, что вход на домашний матч команды Саров Инвест у нас со служебного входа. Не надо стоять у центрального в надежде, что пусть это вам откроет, потому что бывают такие случаи, когда люди подходят к центральному входу и говорят, нам обещали хоккей. Так что учтите, что вход сбоку, со служебного входа. Ну и канал 16 будет в своей группе ВКонтакте вести онлайн-трансляцию этого матча. Так что если у вас не будет возможности прийти на этот матч и посмотреть его вживую, хотя найдите эту возможность, потому что игра будет очень интересной, но если такой возможности все-таки не будет, заходите в нашу группу, канал 16 ВКонтакте, в час дня и смотрите прямую трансляцию. И с вами еще пару слов о болельщиках, насколько вообще важна для вас их поддержка, потому что домашние матчи все равно играть проще, мне кажется. Болельщики это некий стимул вообще по жизни своей, то есть вот когда я играл профессионально, я нигде не видел так, как болеют в Сарове, то есть здесь всегда ходит народ, здесь всегда тебя поддерживают, здесь всегда кричат. Если судьи, допустим, ошибаются, нас судьи кричат, то есть это дает некоторые положительные эмоции лишние для того, чтобы бежать вперед, что-то сделать, доказать. Это очень большой стимул вообще по жизни в игре своей, такой нужной. Вот мы были в Сеченово, в Сеченово тоже полный стадион, это тенденция такая, что если бы, допустим, не дай бог, мы бы там дали слабинку себе, как с Княгинина, и начали играть вот в одну шайбу, там, я думаю, эмоциями они, Сеченовцы могли бы дать нам бой хороший. То есть болельщики, они даже могут повлиять на ход игры? Ну да, конечно, они гонят тебя эмоциями своими, гонят тебя. Ты забиваешь гол, они кричат, радуются, начинают там кричать шайбу. Шайбу, вперед, вперед, да, то есть, ну это же все видно, вот на ВХЛ тоже, когда какие-то переломные моменты, и все, раз, трибуна взорвалась, ты выходишь, опять все получилось, бах, гол, опять, и вот... Дополнительный прилип адреналина. Да, как адреналин, да, то есть, как наркотик, который там, раз, тебе и сил дает. Ну и мой любимый момент нашей программы, опросник просто. Три вопроса, три ответа, отвечаем, не раздумывая. Первый вопрос. Один вытягивает, оба отвечаете. У кого рука полегче? Ваша самая характерная черта? Вспыльчивый. Ну а я спокойный. Как и не я. Следующий вопрос. Ваш главный недостаток? Вспыльчивый. Ну, не знаю, даже... Наверное, лучше окружающим. Не-не-не, вот самокопание – это самое интересное, покритикуй себя. Не знаю даже. Всем хорош. Да нет, очень много как бы минусов по жизни есть, но... Не знаю даже, какой такой самый главный минус. Может, Саша покажет? Лентяй, наверное. Лентяй. Ну, я бы, наверное, думаю, что нерешительность. И давайте последний вопрос. Ваш любимый цветок? Как мило. У меня куала, или как она правильно называется? Калая, это мишка. Калая. Калая, да. Белая такая. Да, белая. Ну, у меня, наверное, роза. Роза. Спасибо за эти ответы. Мы желаем вам только побед. Мы желаем вам еще больше радовать болельщиков. Ну, и достигать новых высот уже в следующих лигах. Это были Сергей Макеевичев и Александр Емельянов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова